Продолжение следует... Никто не является. Давайте познакомимся. Меня зовут Оксана Торопова, я руководитель отдела консалтинга компании «Демократ». В работе у нас сейчас 25 плюс действующих клиник по консалтинговым проектам, более 75 сопровождали ранее. Сама прошла путь от администратора до управляющего клиника. С Анной Тихоновой мы начинали вместе работать, вместе были кураторами, вместе были администраторами. То есть у нас такая была пара, которым мы поднимали клинику с нуля. Передаю не только теоретические знания, но и свой личный опыт. То есть я даю все техники, которые я даю администраторам, кураторам, врачам. Все это сама на себе использовала, сама звонила, сама продавала, сама тренила врачей. То есть даю только... Не просто идите, почитайте в книжке, там что-то там найдите, да? А прям даю те техники, которые работающие. Максимальный прирост у выручки у клиники у нас было X2, а именно 6 миллионов. Это клиника в Калуге. Я сейчас немножечко вам покажу цифр, которая зашла по 5,506, и в итоге на 12 миллионов мы вывели. Ну, очень много кейсов, сейчас я вам расскажу. И записана тоже серия обучающих вебинаров. Почему вообще такая тема, да, пришла мне в голову, переворот клиники, да, на 180 градусов? Потому что одно дело, когда мы открываем клинику с нуля, да, и у нас новый персонал, у нас новая клиника, у нас новый администратор, мы всех берем с самой-самой начальной точки. Нам очень легко построить систему, ну, не прям легко, да, но легче, чем заходить уже в действующий коллектив. Мы уже на входе профилактируем, что администратор будет делать то-то, то-то, куратор это то-то, то-то, врачи мы берем и сразу говорим, вы будете продавать. И другое дело, когда мы заходим уже в действующую клинику, где у нас уже сформировавшаяся команда, коллектив, который работает по своим, ну, так скажем, да, сценариям, у которых свои какие-то установки в голове, свое мышление. И это нужно сделать максимально мягко, лояльно, будут сопротивления 100%, и поэтому я захотела до вас донести, что вот вы сейчас пройдете обучение, это будет не первое, не последнее ваше обучение, да, и вы захотите какие-то изменения в вашу клинику привнести, что-то изменить. И немножечко хочу вас подготовить и рассказать, какие сопротивления вообще встречаются на пути, да, когда мы заходим в клинику, когда мы пытаемся там что-то поменять, как с ними работать, и вообще, когда клиники к нам заходят на проекты, на консалтинговые, как мы там выстраиваем работу, то есть немножечко дать вам такую шпаргалочку, да, что делать. Ну, немножко пример переворотов, да, то есть вот, например, точка А, точка Б, это клиника в Москве, с каким оборотом пришла, с каким оборотом выпустилась, так скажем, да, выпускники. Клиника в Калуге, это то, что я вам говорила. Петропавловск, это Казахстан, поэтому все цифры у нас идут в Тенге. Клиника в городе Ангарск, маленький городок, Иркутская область. Клиника в Улан-Удэ, сейчас на самом деле цифра около 7 миллионов, то есть это, мы сейчас с ними продолжаем работу. Клиника Актоба, это тоже Казахстан. Поэтому, почему такие перевороты произошли? Потому что вот как раз они внедрили, да, систему демократ, то, про что вот здесь вот два, там, три дня будут рассказывать, да, они полностью скопировали, полностью внедрили через какие-то сопротивления, через какие-то возражения, и, соответственно, увеличили выручку. Вообще, как мы, да, делаем вот эти перевороты, что мы делаем, что мы меняем в клинике? Мы строим реальный отдел продаж в клинике. Вы мне скажете, Оксан, какой отдел продаж, клиника и отдел продаж, вообще как это связано, как это вообще работает? На самом деле, да, то есть мы выстраиваем отдел продаж в клинике. И из чего он состоит? Результат зависит. Какие-то первичные обращения, то есть это может быть рекламная кампания, лиды, это может быть человек с улицы, это может быть входящий звонок, заявки и так далее. Первое ключевое звено это администратор, второе ключевое звено это куратор, третье ключевое звено это доктор, и над всем над этим у нас стоит РОП, руководитель отдела продаж. Чуть попозже расскажу, чем он отличается от управляющего. В первую очередь мы начинаем с первого ключевого звена, это администраторы. Перестраиваем их работу. Такие у нас идут сопротивления во время того, как мы начинаем внедряться к администраторам и пытаемся наладить, оптимизировать их работу и привести их к результату. Первое, что они нам говорят, мы не влияем на приход, на записи, на продажи. Мы вообще не продажники, мы вот сидим, вот я такая красивая, я встречаю пациентов и все, вы что от меня хотите? Но на самом деле мы начинаем объяснять, что ценный конечный продукт администратора, это, вот так положу, это пациентопоток. То есть когда я выхожу на первую планерку с администраторами, да, я всегда спрашиваю, девочки, а как вы думаете, как администратор вообще влияет на выручку клиники? Ну вот расскажите, вот вы администратор, вот мы ставим, например, план продаж, клинике нужно сделать, допустим, 6 миллионов. Как вы влияете на эту выручку? Перестраиваем продажи, то есть обычно в клиниках, да, в которых мы, например, заходим, нет кураторов. Либо они есть, но занимаются не тем, чем нужно, да, поэтому куратор это что значит? В первую очередь, да, Анна говорила, рисовала портреты кураторов, что они бывают все разные. Куратор это сервисы продажи. В первую очередь это продажи, во вторую очередь это сервис. Продажи мы выстраиваем мягкие, не агрессивные, то есть никакого агрессивного подхода в медицине, в принципе, быть не может. Не в косметологии, не в стоматологии, вообще в принципе в медицине. Поэтому возражения мы отрабатываем, отрабатываем мягко, так, чтобы человек не понял, что мы ему продаем. Если доктор это делает, это сразу очень сильно чувствуется, тем более, если у пациента были какие-то ранние опыты, и он, например, боится, да, он это сразу чувствует, и он раскрывается, он видит, что здесь в клинике совершенно другой подход. Во главе отдела продаж стоит управляющий РОП, именно РОП. То есть сколько раз я пыталась внедрить просто управленцев, мы делали собеседование, и я поняла для себя, что управленцы сейчас делятся на два типа. Первый управленец это административно-хозяйственная деятельность. Это люди, которые проверки, склад материалы, документация, уголов потребителя, там, какие-то закупки, вот-вот это вот все. И второй тип это управляющий РОП, то есть руководитель отдела продаж. Это человек, который тоже сам из продаж, он понимает, как продажи строятся, что денежки с неба пока еще ни разу не упали к нам, да. Какие инструменты для внедрения системы? Ну, в первую очередь это планерки ежедневные, еженедельные, ежемесячные и внеплановые. Давайте быстренько по правилу проведения планерок, на что мы делаем акцент. Первое, это системно и регламентировано. Что это значит? Каждый понедельник в 9.00 у нас разбор звонков. Все. Выходной, не выходной, сейчас есть зум, все подключаются, разбираем звонки. Вся команда знает, что в понедельник в 9.00 у нас разбор звонков. Все. Дождь, снег, град, гроза, разбор звонков в понедельник в 9.00. Явка сотрудников обязательно. Если кто-то не приходит на планерки, игнорирует, задумайтесь. Ну, как бы, у человека есть мотивация работать у вас в клинике? Есть мотивация с вами идти дальше? Хочу. Давай, слушай, ну ты прокачаешься в топового администратора, ты будешь крутой. Ну ты же не всю жизнь будешь админом работать, правильно? Там тебе условно 28 лет. Ты же не всю жизнь будешь админом работать, ты же хочешь расти. А чтобы расти, нужно, ну как бы, расширяться, нужно наращивать свои скиллы, нужно наращивать свои навыки. Согласна? Ну, ну да. И человек начинает задумываться, блин, реально, а что я, что я, ну реально здесь хотят для меня сделать. Но есть сотрудники, которые, у них просто такой статус-кво, да, то есть это зона комфорта, из которой они не хотят выходить. Сколько бы вы не разговаривали, сколько бы вы не приводили доводов, они все равно упираются. Да мне не надо это, да я и так работаю, да оставьте меня в покое. Ну как бы, это, это сотрудник уже, который непробиваемый, ну как бы, я рекомендую с такими прощаться, потому что, ну он, этот сотрудник, который будет оттягивать вас назад. То есть вы, как локомотив, пытаетесь выйти вперед, вы там покупаете какие-то курсы, вы покупаете, там делаете какие-то скрипты, нанимаете людей, они вам там разрабатывают таблицы, там покупаете программы, а этот сотрудник вас будет тащить назад, потому что, ну ему это не надо. Вот и все.